Пожар произошел на седьмом этаже многоэтажки. Когда вспыхнуло пламя, хозяйка находилась на кухне. Она почувствовала запах гари и в одной из комнат и побежала за помощью к соседям. Они-то и вызвали пожарных. Помощь понадобилась и другим жителям дома. Мне из квартиры было уже не выйти. Я позвонила в пожарную, что как мне выйти. Они сказали, вас это эвакуируют. Из горящего дома спасатели эвакуировали 33 человека. Среди них были и дети. К счастью, никто не пострадал. Полностью потушить пожар удалось только через час. После этого собственники квартир разошлись по домам. Нижние этажи полностью затопило. Со стен и потолка до сих пор течет вода. У нас гипсокартон, короче, канавы потолки. И обои все сбылись. И еще, видишь, успели тут поубрать, потому что у вас немного так было. Ну, так бы беда у вас там была бы. Да. Дедушка вроде все заделал, все трубы заделал. Там просто трубы заделал. Этажом выше языки пламени повредили окно. Из-за пожара в квартире прорвало батареи. Все полы залила вода. Два отопления лопнула. Если бы не лопнула, то я не даю вам. Если бы не лопнула, я не даю вам. Все, я дыбу и и... И вам бы досталось. И нам бы досталось. И что там теперь сейчас в квартире происходит? Засада полная. Вот, видите, воносит. На седьмом этаже, где произошло возгорание, запах гари. Света нет. Вся проводка повреждена огнем. В сгоревшей квартире хозяин собирал уцелевшие вещи. Под окнами многоэтажки разбросана обугленная одежда, книги, учебники и документы. Еще большее сгорело. По словам специалистов, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Как рассказали местные жители, в квартире делали ремонт. Кстати, она не была застрахована. Сейчас погорельцы подсчитывают причиненный ущерб. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости. Слышите, когда пожарные приехали?